Прошедшие 16 июня в столице Швейцарии переговоры президентов России и Соединенных Штатов не принесли никаких сенсационных результатов. Рабочая, деловая встреча между двумя мировыми лидерами, каждый из которых прекрасно осознает, что возглавляемые ими государства являются не просто соперниками, а цивилизационными полюсами в своей несхожести, отдаляющимися друг от друга до полного антагонизма. Но планета одна, и сосуществовать на ней как-то надо. Делать это придется как ни крути, при всем имеющемся массиве проблем и разногласий, не позволяя им перерасти в повод для новой глобальной войны. Собственно говоря, именно этому вопросу и была посвящена, длившаяся более четырех полновесных часов, беседа двух людей, в чьих силах, не будем забывать, сохранить наш мир или сжечь его в ядерном пламени. Остальное, детали и частности. Впрочем, они также заслуживают самого подробного разговора. Путин со Львом Толстым и Байден со шпаргалочкой, хочу сказать, что мне где-то искренне жаль тех, кто ожидал от Женевского саммита каких-то эпохальных прорывов или исторических вех. Нет, право же, как это должно было бы выглядеть. Два президента бросаются на встречу друг другу через широкий стол для переговоров. Заключают один другого в пылкие объятия и тут же, не сходя с места, объявляют, к примеру, об уничтожении всего ядерного оружия на земле. О взаимном отказе от любых претензий, споров, ограничений и санкций. Оставим подобные глупости Голливуду. В реальной жизни межгосударственные решения, даже на порядке меньшей важности, готовятся и согласовываются годами, чего перед нынешней встречей, конечно же, не было, да и быть не могло. Сам по себе факт встречи однозначно позитивен, однако то, что проводится она на территории, где в годы той же Второй мировой пересекались представители государств, пребывающих в состоянии смертельной вражды, свидетельствует очень о многом. Впрочем, еще большее недоумение вызывают у меня те, кто призывал обоих лидеров во время общения лицом к лицу проявить максимальную жесткость, построить оппонента, к чему-то там его призвать или тем более принудить. Надо сказать, что подавляющее большинство таких призывов звучали из-за океана, а также из лагеря союзников США. Ну, об украинских хотелках вроде требований к Байдену сказать «Путин, уходи». Говорить вообще не стоит, ибо клиника. Но вот у некоторых прочих так и хочется поинтересоваться. А вы на что, собственно, рассчитывали? Надеялись, что американский лидер выведет к журналистам российского в наручниках? Или что Владимир Владимирович старине Джо Синяк под глазом поставит за убийцу? Полно, господа, это же президенты, а не призовые бойцы, не гладиаторы. Другой уровень, и, соответственно, другие методы. Да, вне всяких сомнений, встреча двух таких политических тяжеловесов — это всегда своего рода поединок. Особенно с учетом того, насколько теплыми и дружественными являются сегодня отношения между Вашингтоном и Москвой. Именно в силу этого мистер Байден и отказался от проведения совместной с нашим главой государства пресс-конференции, чтоб не сравнивали. А еще наверняка для того, чтобы в него не вцепились моментально политические оппоненты и подстрекаемые ими американские таблоиды, принявшиеся бы разбирать язык тела и прочую билиберду, вроде каждого, самого невинного жеста и взгляда. Впрочем, избежать некоторых вещей главе Белого дома явно была не судьба. На родине ему уже вовсю пеняет закивок, якобы сделанный в ответ на заданный корреспондентом телеканала NBC вопрос, доверяете ли вы Путину допекли так, что уже президентской пресс-службе пришлось делать специальное разъяснение, что их патрон никому ни на что утвердительно не отвечал, а лишь сделал некое судорожное телодвижение из-за беспорядочной толкучки, устроенной репортерами. Как дети малые, ей-богу, как бы то ни было, но все те же вездесущие журналисты заметили у Байдена перед началом переговоров некую шпаргалку, что тоже уже стало предметом достаточно широкого и ехидного обсуждения. Владимир Владимирович, в свою очередь, никакими подсказчиками явно не пользовался, да еще и по обыкновению порадовал аудиторию цитированием шедевров классиков отечественной литературы. На сей раз Льва Толстого, словами которого о зорницах надежды, наш президент с тонкой иронией подвел итоги саммита. И это просто замечательно, поскольку свидетельствует о том, что лидер нашего государства реалистично оценивает как собственного Женевского визави, так и результаты беседы с ним. Иллюзии? Новые? Так у меня и старых-то не имелось. Об этом же свидетельствует и прямой ответ на прозвучавший на итоговой пресс-конференции вопрос относительно появления у Владимира Владимировича новых иллюзий в отношении американского коллеги. Какие такие иллюзии? Нет, не было, и что самое главное, быть не может. Нет, право же, утверждать, что подаренные Байденом очки любимого Путиным фасона, пилот, розовыми, не станут ни за что, можно с полной уверенностью. Собственно говоря, договоренности, которые уже были публично озвучены главами государств или читаются в контексте сделанных ими после переговоров заявлений, свидетельствуют о том, что Россия и Соединенные Штаты в очередной раз попытаются вести свое противостояние, о прекращении которого речь даже не идет, в некие рамки, ограничив теми самыми пресловутыми красными линиями, о которых так любят нынче говорить по обе стороны океана. Об этом свидетельствует и оглашенное намерение относительно возвращения отозванных послов и отраженное в единственном совместном коммунике взаимная заинтересованность в укреплении стратегической стабильности и предотвращении ядерной войны. Стремлению Вашингтона и Москвы следовать неким джентльменским правилам следует, безусловно, порадоваться. Насколько успешными будут дальнейшие шаги по контролю за вооружениями и на прочих аналогичных направлениях покажет время. Слишком многое сломано, нарушено и искажено, включая международные соглашения по соответствующим позициям. Фактически, мировую систему безопасности придется выстраивать заново, но отрадно хотя бы то, что такое намерение декларируется. Отойти хотя бы на шаг, на полшага от бездонной пропасти ядерного апокалипсиса, уже громадное достижение само по себе. Что еще в сухом остатке? Дальше, увы, в основном идет темы, по которым консенсус не намечается ни в малейшей степени. Украина? Все тот же тупик. Оба президента подтвердили приверженность минским договоренностям и подчеркнули безальтернативность их выполнения. Беда в том, что Байден при этом продолжил твердить о поддержке территориальной целостности на залежной, что в реальности расшифровывается как «отдайте Крым». А Владимир Путин лишний раз напомнил о том, что Киев никакие минские соглашения соблюдать и в мыслях не имеет. Тупик, как есть тупик, права человека, отстаивание которых со стороны американского лидера свелось к угрозам разрушительных последствий для России в том случае, если гражданин Навальный отдаст Богу душу в застенках и навязчивым требованиям не ущемлять причисленные в нашей стране к иностранным агентам СМИ. На это Владимир Владимирович ответил безо всякого пиетета, заявив, что светоч демократии получил ровно то, на что, простите, нарывался, а рупоры, о которых так пекутся в Белом доме, ведут против нашей страны откровенно подрывную работу. Никто, сломя голову удовлетворять высочайшие повеления, не кинулся и не кинется, понятно ведь? Арктика. Да никуда мы оттуда не уйдем, и деятельность свою в этом регионе сворачивать и не подумаем. Наша территория и точка. На этом фоне наивными и где-то даже смехотворными выглядели попытки Байдена немножко попугать собеседника китайской угрозой. Данный посыл прямо-таки прорвался у главы Белого дома на его пресс-конференции, в процессе которой он принялся размышлять по поводу давления, который Пекин якобы оказывает на Россию, отчаянно стремящуюся остаться мировой державой, и об 11 тысячах километров российско-китайской границы. Мистер президент, свои рубежи мы уж как-то сами измерим и сбережем, вы собственными обеспокойтесь. О том, насколько разница подхода России и США к состоявшемуся 16 июня мероприятию, свидетельствует целый ряд фактов. Владимир Путин откровенно сказал о том, что страны лишь пытаются сделать робкие шаги на встречу друг другу в поиске совместного решения основных глобальных проблем. При этом отечественный лидер не стал проявлять лицемерную толерантность и в очередной раз припомнил Соединенным Штатам некоторые их неблаговидные действия, лишающие американскую сторону морального права осуждать и обвинять в надуманных преступлениях нашу страну. Это, по крайней мере, было честно и ясно дало понять, что прогибаться под США, России не будет ни в коем случае. В то же время, пока Джо Байден в Женеве распинался по поводу наступления в мире переломного момента и о том, что его повестка дня ни в коем случае не направлена против России, и он не пытается ее преследовать, в Вашингтоне под куполом Капитолия бесновались господа сенаторы и конгрессмены с пеной рта, требовавшие немедленного введения второго раунда антироссийских санкций за применение химического оружия. При этом звучали слова о том, что президент, не пустивший в дело эти ограничения до 2 июня, демонстрирует слабость и упускает возможность противостоять нарушениям Москвы. Еще более ярким примером из той же области является шоу, которое устроила непосредственно в Женеве корреспондент CNN Кейтлин Коллинз, чуть ли не с ножом у горла, требовавшая у Байдена пояснить, изменит ли теперь Путин свое поведение, а также как можно называть конструктивной прошедшую встречу, если Россия на ней не покаялась, не признала свою вину. В конечном итоге уставший и раздосадованный президент ретировался, бросив на прощание ретивые журналистки. Вы не слышали меня. Увы, велика опасность того, что раскрученные до едва ли не наивысшего градуса русофобского психоза, американский политикум и общество в целом также не услышат и не поймут никаких здравых инициатив по нормализации отношений с нашей страной, даже если они будут исходить из самого Белого дома. В этом и заключается главная причина того, что саммит в Женеве может остаться прекрасной, но так и нереализованной перспективой.